В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Второй срок. Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Спасибо за ваш труд. Торжественный прием учителей и воспитателей прошел в драматическом театре. Вокруг света 27 сентября отмечают Всемирный день туризма. Далее расскажем обо всем подробно. Состоялась церемония инаугурации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В сентябре главу региона избрали на пост уже во второй раз. Торжественная церемония впервые проходила в здании восстановленного манежа на территории Нижегородского Кремля. 1 млн 159 тысяч 13 избирателей поддержали кандидатуру Глеба Никитина на прошедших выборах, что составило почти 83% всех голосов. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области прошла в восстановленном здании манежа на территории Кремля. На второй пятилетний срок Глеб Никитина благословил митрополит Георгий. В манеже В манеже собрались более 600 гостей. Инаугурация прошла под лозунгом Нижегородского ополчения 1612 года «Купна заедина». Губернатор принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ и законы, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей Нижегородской области, соблюдение их прав. Главу региона поздравил полк предпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Шесть лет во главе региона показали ваш профессионализм и зрелость руководителя. И Нижегородская область вновь стала символом инноваций и эффективных решений. За это время развивались новые производства и строились крупные инфраструктурные объекты, активно поддерживалась транспортная система и актуальные проекты в IT-сфере. Игорь Комаров также отметил, что Нижний Новгород стал центром культурной и спортивной жизни Приволжского федерального округа. В ответные речи Глеб Никитин несколько раз поблагодарил своих избирателей, заметив, что каждая встреча с людьми отпечаталась в его душе, и он запомнит их на всю жизнь. «Если мы хотим строить по-настоящему сильное, независимое и развитое государство, нам всем необходимо вкладывать лучшие силы в развитие нашей земли, нашей малой или большой родины, не ожидая этого от кого-то. Власть в нашей стране – это такие же мы с вами, те же русские люди, они все здесь родились, и каждый мог бы быть на их месте. Мы все должны спросить, в первую очередь, себя, а что я сделал для своего села, города, региона, страны? Следующие пять лет, как и предыдущие, мы с моей командой намерены твердо придерживаться обозначенной модели. Выросла экономика региона, улучшилась его репутация, в первую очередь за счет формирования устойчивого образа территории возможностей, территории экспериментов, территории лидерства. Уважаемые коллеги, единственный возможный путь развития нашей области, нашего региона – это вкладывать свои усилия в себя, в свой край и в свое будущее именно здесь, а не где-то там. Я в этом абсолютно уверен, именно по этому пути мы и продолжим идти». Торжественный прием учителей и воспитателей прошел в Драматическом театре. Церемонию приурочили ко Дню работников дошкольного образования и Дню учителя. Педагогов поздравили и наградили представители администрации Департамента образования Ирфяцвнеев. В конце вечера гостям преподнесли подарок артиста театра. Подробности далее. Они отдают свое сердце детям. Педагог – одна из самых важных и благородных профессий. Учителя, воспитатели и наставники зажигают детские сердца жаждой знаний и новых открытий, помогают сориентироваться в нравственных и культурных координатах, передают жизненный опыт поколений. Сергей Федорович Немков работает педагогом более 30 лет. В школе ему очень нравилось изучать историю, поэтому Сергей Федорович поступил в педагогический вуз по любимому направлению. Сам себя он называет фанатом истории. Я рад, что все-таки выбрал эту профессию. Я считаю, что это одна из самых лучших профессий. Благодарная такая профессия, особенно когда встречаешь выпускников, своих бывших учеников, которые благодарят за то, что чем-то помог, чему-то научил, и чего-то они достигли в жизни благодаря моим усилиям. 2023 год президент объявил годом педагога и наставника. В это время с большой торжественностью чествуют всех, кто учит и воспитывает подрастающие поколения. В связи с Днем работников дошкольного образования и приближающимся праздником Дня Учителя в Драматическом театре прошел торжественный вечер для учителей и воспитателей Сарова. Отдавать частичку себя и своей души детям – это высшая степень служения человечеству. И пример этого служения – это вы. И поэтому, конечно, я желаю вам сохранить это неравнодушие, преданность, умение любить, понимать, принимать и всегда приходить на помощь. Причем не только детям, но и друг другу. Отдельно хотелось бы поблагодарить педагогов-ветеранов, ведь вы, несмотря на все сложности, продолжаете осуществлять трудовую деятельность, передаете все ваши годами накопленные таланты и знания молодым педагогам, подрастающему поколению, и являетесь для ними поистине настоящими авторитетами. Педагогов наградили грамотами от администрации и департамента образования. Саровская система образования активно сотрудничает с Российским федеральным ядерным центром. Департамент и предприятия совместно реализуют порядка 60 образовательных программ для школьников на базе школ, института и Дворца детского творчества. Благодарственные письма от РФАЦ ВНИЕФ также вручили учителям и педагогам дополнительного образования. Учитель – это всегда звучит гордо. Ведь именно учитель для наших детей, для каждого из нас, каждой житель страны делал все возможное и невозможное. Он действительно получается как лучик света. Он дает ему вектор направления, куда ему дальше двигаться. И самое главное – оно дает ему ориентир к его любви к будущей профессии. По завершении торжественной церемонии для педагогов преподнес подарок Саровский драматический театр – премьерный показ нового спектакля «Женитьба Бальзаминова». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Проект «За маской», авторами которого выступили педагоги молодежного центра, стал победителем всероссийского конкурса «Росмолодежи. Микрогранты». Это цикл психолого-профилактических игр, построенных по типу популярной игры «Мафия», которые направлены на профилактику противоправных действий в молодежной среде. Реализация проекта начнется уже в октябре этого года. Другая важная информация в подборке – коротких новостей. Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году повысят на 7,5% согласно проекту бюджета социального фонда. Средний размер выплат составит 23 тысячи рублей. Индексация запланирована по уровню инфляции, заложенному в МАК-прогнозе Минэкономразвития. Со следующего года также вырастут максимальный размер больничного, декретные и выплаты по уходу за ребенком. Изменения связаны с введением единого тарифа, страховых взносов и обязательства для работодателей уплачивать взносы за сотрудников, работающих по договору ГПХ. В Сарове начались съемки проекта «Химия была, но мы расстались». Всероссийский проект поддержки онкопациентов стартовал в марте 2021 года. Его автор, известный московский фотограф Ольга Павлова, сама дважды излечилась от рака. Ее идея заключалась в том, что женщинам, столкнувшимся с онкологией, можно помочь психологически и эмоционально восстановиться с помощью профессиональной фотосессии. «Выходи, решать!» Саров принимает участие в традиционной всероссийской физико-технической контрольной по физике, математике, информатике и биологии. Проверить свои знания можно будет 30 сентября в лицее номер 15. Подробности далее. Пять задач разного уровня сложности по четырем различным предметам – физике, математике, информатике и биологии. Саров примет участие в традиционной физико-технической контрольной «Выходи, решать!». Это масштабное событие, направленное на популяризацию науки и образования в России. Всероссийская физико-техническая контрольная работа «Выходи, решать!» в этом году проводится уже в пятый раз. Саров принимает в данном мероприятии участие впервые, и наша базовая школа Российской академии наук является очной площадкой для проведения данной контрольной работы. Задания рассчитаны на программу восьмых-девятых классов и будут под силу всем участникам старше 14 лет. Контрольная начнется 28 сентября и продлится до 5 октября. Проходить она будет на технологической платформе ВК для онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад Алькапс. Предварительная регистрация на платформе обязательно. В лице номер 15 будет организована очная площадка. Всех желающих проверить себя ждут 30 сентября с 10 до 18 часов. Страница ВКонтакте нашего лицея висит объявление о данной контрольной работе. Каждый участник, который желает принять участие в этой контрольной работе, должен пройти регистрацию на сайте капсонлайн.ру. Для того, чтобы мы в лицее понимали, сколько у нас участников принимает участие в данной работе, еще нужно будет пройти регистрацию там же на странице ВКонтакте, оставив данные о себе. Это фамилия, имя, отчество, электронная почта и телефон. В 2019 году в контрольной приняли участие 78 тысяч человек. В 2020 и 2021 годах контрольная не проводилась из-за пандемии. А в 2022 году участников насчитывалось 97 тысяч. В этом году организаторы ожидают более 100 тысяч участников. Организаторы приготовили для участников приятные бонусы. По результатам участия, во-первых, считаем, что народ приобщается к физико-техническим дисциплинам. Но и кроме того, те, кто хорошо справится с работами, будут поощрены различными призами. Это как канцелярские принадлежности, альбомы, тетрадки, ручки и так далее. Так и молодежная одежда, назовем ее так. Это свитшоты, это футболки, толстовки. Ссылка на регистрацию для участия в очной площадке доступна в группе лицея номер 15 во ВКонтакте. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Всемирный день туризма – праздник путешественников и профессионалов, работающих в этой области. Его отмечают более чем в 150 странах мира, в том числе и в России. Кто помогает саровчанам организовывать отпуск мечты, расскажем далее. Россия и Турция – самые популярные направления отдыха у саровчан этим летом. Своё лидерство они не уступают другим странам уже долгие годы. Продлить себе лето можно, отправившись в Турцию, Египет, Шри-Ланку, Таиланд или Мальдивы. Провести свой отпуск на курорте можно и ещё очень выгодно, если взять горящий тур, либо позаботиться о своём отдыхе заранее. Я сторонник бронировать заранее. То есть, если вы достаточно притязательный клиент, если у вас есть особые требования, лучше всё-таки, несмотря ни на что, раннее бронирование. Если смысл отдохнуть как можно дешевле, можно и рискнуть. Но надо учитывать, что это не всегда, часто даже такое бывает, что ближе к вылету туры не дешевеют, а дорожают. Зимние каникулы – сезон высоких цен, поэтому планировать свой отдых лучше заранее. Пока есть из чего выбрать. Наиболее популярны в этот сезон путешествия по России – Великий Устюг, Казань, Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Дагестан. Доступны для саровчан и туры за границу. Также всё то, что есть у нас на данный момент – Шри-Ланка, Таиланд. Некоторые любят Турцию вне сезона. Просто походить, погулять, а когда устали от снега, посмотреть на солнышко, насладиться хорошим сервисом и посмотреть на горы, поездить по экскурсиям. Можно в Стамбул съездить. Тем не менее, выбор есть. Не сказать, что ситуация по понятным причинам сложная. Тем не менее, выбор есть всегда. Залог удачного отпуска – довериться профессионалам. Салон путешествий «Бон Ваяж» на рынке уже 20 лет. Его специалисты подберут лучшие варианты поездки, исходя из ваших желаний и предпочтений. Расскажут о достопримечательностях, мясной кухни и других мелочах, которые могут сделать ваш отдых незабываемым. Предложат лучшие варианты рейсов и проживания. Я считаю, что залог хорошего отдыха, когда ты точно знаешь, что ты получишь от своего отдыха. Что сюрпризы будут только приятные. Когда ты заранее оповещен, какие нюансы могут тебя встретить в отдыхе. Это самое главное, я считаю. Подробнее о всех актуальных направлениях на осенний и зимний сезоны вам расскажут в салоне путешествий «Бон Ваяж». Он расположен по адресу Силкина, 13, телефон плюс семь девятьсот двадцать ноль двадцать три девяносто один восемьдесят один. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА